Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня разговариваем с вами о теплице и разберем все нюансы выращивания винограда в ней, а также все плюсы и минусы. Вообще, зачем выращивать виноград в теплице? Все зависит от региона. На самом деле у нас в Беларуси, по крайней мере в центральной ее части, виноград прекрасно может расти и в открытом грунте. Но что дает нам теплица? Теплица дает нам дополнительное тепло. И таким образом мы можем либо получать урожай раньше на ультра ранних сортах, либо выращивать в теплице более поздние сорта и таким образом продлить период потребления ягоды. В общем-то изначально мы, например, для этого теплицу и строили. У нас было еще не так много всего в открытом грунте, и мы решили, что посадив такие более поздние сорта в теплице, мы таким образом продлим период потребления ягоды. Но на сегодняшний день, сразу скажу, что немножко теплицу переформатируем на ультра ранние сорта, потому что теперь у нас достаточно большая коллекция, и мы посмотрели, что ягоды, выросшие в открытом грунте, некоторые сорта, они прекрасно могут храниться. И в общем-то такой потребности в продлении вот этого периода потребления ягоды у нас нет. Хотя вот сейчас я стою возле одесского сувенира, он у нас здесь привит. Очень понравилась ягода, очень понравилась она в хранении. Последние ягоды я съела на Новый год, и они были жаль еще, но просто их было мало, поэтому на Новый год мы их скушали. Вообще прекрасно хранится без потери своих качеств. Ну, то есть для чего проговорили. Дальше мы переходим к плюсам-минусам теплицы, и смотрите, какие могут быть нюансы. То есть у нас теплица – это поликарбонат. Может быть теплица пленочная, может быть теплица стеклянная, и там могут быть некоторые нюансы. Поскольку мы имеем вот только поликарбонатную, да, то, в принципе, больше будет разговор о ней. Размер нашей теплицы 9 метров на 3 и 3,5 высота. Теперь разбираем плюсы-минусы теплицы. С одной стороны это закрытый защищенный грунт, но теплица не спасает от заморозков. В теплице проще организовать обогрев и проще защитить растения, но от заморозков она не спасает. И вот этот сезон прекрасно все это показал. Я весной показывала в видео, когда накрытые лозы, да, они подмерзли. При этом, поскольку теплица – это защищенный грунт, в ней становится раньше приходит тепло, там больше просыпаются побеги. И вот вопрос с возвратными заморозками, он очень актуален именно для теплицы. Если в открытом грунте мы можем проскочить вот эти самые возвратные заморозки, ну, потому что почки могут еще не проснуться, то с закрытым грунтом такое может не подействовать. Поэтому, если мы на месте, да, очень классно все это поставил любой маленький вентилятор и теплицу обогрел. То есть обогреть ее проще, защитить проще, чем в открытом грунте, но сама в себе теплица она от заморозков не защищает. Правильно, да, от морозов и синих. Если это такой легкий приморозок, как у нас в этом сезоне был в начале июня, то, конечно, от этого теплица защитит. Следующий момент. В теплице виноград меньше болеет и его не нужно обрабатывать. На самом деле такой вопрос несколько спорный. Да, действительно, первые пару лет виноград в теплице болеет меньше. Ну, не идет дождь, да, но это не стопроцентная защита от заболеваний. Объясняю почему. Часто, когда у нас приходят болезни, осень, да, становятся холодные ночи и в теплице появляется очень сильный конденсат. Вот, бывает, где-нибудь в конце августа, начале сентября мы приходим, прям капает. Все, несмотря на то, что теплица открыта. И вот вам, пожалуйста, ну, как на улице, да, туманы приходят и холодные росы. Точно так же это получается и в теплице. И это как раз-таки тот момент, осень становится прохладно, и мы думаем, что нам надо тепличку прикрыть, ну, чтобы сохранить тепло, да. Но мы делаем хуже, у нас вот это вот капельная влага и плохое проветривание. Возникают болезни, особенно гнили. То есть имейте это в виду. Вообще в теплице проветривание это самый важный момент, самое важное должно быть проветривание сквозное. И более того, мы когда делали теплицу, у нас изначально вот там дверь и форточка. Этого оказалось мало. Вот там еще есть двери по бокам. Но, откровенно говоря, даже и этого маловато, хорошо было бы проветривание в коньке. Опять же, имейте это в виду, если вы решили делать теплицу, что проветривание должно быть. Конечно, если теплица небольшая совсем, то там может и хватить дверей. Как только она чуть больше, то проветривание может быть маловато. А вот в такой конец августа, сентябрьский период, если мы хотим туда садить более поздние сорта, это очень актуально. Если ультрараннее, то в принципе этот период мы проскакиваем. Дальше смотрите еще по болезням. Ну, как бы мельдию здесь не должно появляться, хотя стопроцентной гарантии нет. Касательно аидиума, мучнистой росы. Аидиум у нас появляется, когда жарко и сухо. И летом, когда у нас жарко и сухо, при этом мы думаем, что в теплице не надо поливать, опять же, не надо создавать лишнюю сырость для болезней, то аидиум себе вполне может прийти. То есть мы от этого не застрахованы. Другой вопрос, что в теплице, ввиду того, что дожди не идут, ничего не смывают, можно вполне работать теми же биопрепаратами против аидиума. Можно пробовать сыворотку, ну, в принципе, то фоколерос тоже серный препарат можно использовать, но можно использовать и какие-то народные средства. Я же говорю, ввиду того, что дождями это не смывается, это может быть достаточно эффективно. Ну, для профилактики мельдию можно и термофильный чай. Вот с гнилями сложнее. То есть если вдруг у вас в теплице гнили появились, то будьте готовы к тому, что надо будет нормально проработать химией, чтобы это истребить и излечить, потому что здесь уже народными средствами просто так не обойдешься. Еще один момент. Некоторые думают, что посадив в теплицу сорта, например, которые могут давать треск, от треска мы избавимся, потому что, опять же, это закрытый грунт. Смотрите, здесь все зависит от объема теплицы. Теплица шириной 3 метра, здесь мы можем себе позволить только 2 ряда. С одного края и с другого. У нас здесь где-то вот от стенки, вот вы часто спрашиваете, я пройдусь, потом покажу расстояние между кустами. Здесь где-то сантиметров 30-40. Да, даже если вы посадите на полметра, ну, уже как бы здесь будет плотновато. Так вот, то, что сидит по краю, корни выходят наружу и питаются там, за пределами теплицы. Если бы она у нас была пошире и был бы центральный ряд, туда действительно в центральном ряду, мы можем быть защищены от треска, ввиду того, что корни находятся вот в этом самом закрытом грунте. Они здесь живут. И сколько мы сюда воды дали, да, столько и дали. Дождь идет, сюда не попадает, и все хорошо. Но вот у этих как раз-таки могут быть и осложнения с треском. Потому что, опять же, в открытом грунте у нас проходят дожди, и растение эту влагу берет. В закрытом грунте, если мы решили, что все дополнительно влага не нужна, про полив мы еще с вами поговорим, то дождик проходит, он проходит там, корешки там, они все это прекрасно питают, получаем треск. А поскольку это теплица, не самое идеальное проветривание, получаем гнили. Имейте это в виду. Конечно, кто-то там будет пытаться вкопать какие-то доски, шифер, что-то еще. Но все равно это не панацея. То есть середина, да, края, нет. 100% гарантии не будет. Также есть соблазн посадить в теплице что-то еще. И у нас изначально так было. Вот здесь грядочка, в которой мы садили огурчики и помидорчики. Но, честно говоря, не самая лучшая идея, и мы от этого отказались. Все отсюда убрали. Конечно, если огромные, большие теплицы, да, там можно совмещать. В нашей теплице, несмотря на ее не самые маленькие размеры, это оказался не самый удачный вариант. Почему? Помидоры, даже если мы садили детерминантные, небольшие, все равно они у нас вырастали практически до неба, двухметровые. Да, помидоры не болели. И что такое фитофтура, мы вообще не знали. И помидоры собирали чуть ли не в ноябре. В октябре так точно где-то даже у меня было записано. Но все равно помидорам получается темно, завязывают помидорчиков они мало. И, опять же, мешают проветриванию. То же самое с огурцами. Чуть-чуть вовремя не полил, не сделал душик, закрытый грунт. Мы изначально старались поддерживать как бы более сухой режим. А тут же приходил на огурцы паутинный клещ и буквально там за пару дней все это съедал. И надо было вовремя чем-то обработать, ну иначе мы огурцов лишались. Да, как бы если все ты на месте, можешь за этим уследить замечательно. Ну, чуть не уследил и все. Но, опять же, да, как только здесь появляется еще один ряд растений, проветривание уменьшается. Повторю еще раз, для теплицы проветривание это самое-самое и самое важное. Следующее, водный режим. Вот для теплицы это тоже очень важно. Помните, я говорила, что да, хорошо, дождик не капает, у нас болезни не развиваются. Кто-то считает, что нужно поддерживать в теплице достаточно все сухо. Нет, это не так. Потому что листу нужна определенная влажность для того, чтобы он хорошо работал. Вот сегодня у нас не самый жаркий день, хотя светит солнце. Сейчас в теплице 26, но мне так, честно говоря, жарковато. Но если на улице градусов 25 и выше, то в теплице там 30 и 40. Бывает, что чуть ли не под 50. И это очень-очень жарко. Соответственно, мы сталкиваемся с таким явлением, как аэдема. Она по-разному выражается на разных сортах. И выглядит это вот так. То, с чем мы сталкиваемся и на саженцах в домашних условиях. Да, появляются вот такие вот бубочки. Листик может начать бледнеть, потом он начинает скручиваться. И если листик скрутился, он уже не раскрутится. И такой лист не может нормально, полноценно работать. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас созрела раньше ягода и так далее, но мы поддерживаем сухой режим, начинает крутить лист, раньше она не созрит, и лоза раньше не вызрит. Ничего раньше не получится, потому что, несмотря на то, что здесь тепло, лист нормально работать не может. Сахар в ягоду дает исключительно зеленые части растений, лист. И ничто другое. И вы можете там хоть сколько угодно улить любых удобрений. Все равно, если лист нормально, полноценно не работает, значит, будут проблемы. Поэтому нужно увлажнять. Когда? Увлажнять надо в первой половине дня. Примерно там с часов 9 до 11, до 12. Во-первых, в это время самый активный фотосинтез происходит. То есть, лист наиболее активно работает. И в это время хорошее солнце, идет хорошее испарение и хорошее проветривание. То есть, вот на ночь точно увлажнять не нужно. Это плохо. Но с утра увлажнять очень и очень хорошо. Если мы регулярно уезжаем, то замечательно будет расставить емкости с водой. Но поймите, что их нужно много. То есть, одного-двух ведер будет недостаточно. Их нужно много, чтобы вода испарялась. В идеале, конечно, можно вообще использовать какие-то а-ля туманные установки. Такие, которые дают увлажненный воздух. Но это хорошо, правильно делать. И актуально в первой половине лета. Ну, даже, наверное, в двух третьих. Примерно до августа. Дальше, когда у нас начинают холодные ночи идти. Помните, я говорила про конденсат, который капает. Уже это не актуально. Уже и так в теплице будет влажность. И не надо ее добавлять, делать болотце. И провоцировать развитие заболеваний. Вот эти моменты обязательно нужно учитывать. Расстояние между кустами мы даем 3 метра. Ну, и как обычно, наша система нулевого куста. Смещенная зона плодоношения. Формировка тоже стандартная веерная. Только уменьшенное количество рукавов. Те, которые кусты нулевые, там 2 рукава. На остальных, в принципе, 4. Которые 2 в одну сторону, 2 в другую. Дублируют друг друга. Здесь 2 плоскости шпалерой. Ну, нет смысла делать. По крайней мере, при вот такой раскладке. Если бы мы, например, посадили по центру наши кусты. Ну, по стенкам мы тогда не опускаем. Посадили бы по центру. Тогда, да, можно было бы дать 2 плоскости шпалеры. А так, здесь достаточно одной. Еще один момент, важный для теплицы. Это может быть плохое опыление. Во-первых, сюда не нужно садить сорта с женским типом цветка. Что такое женский тип цветка, есть отдельный ролик. Для тех, кто не знает, я оставлю, чтобы вы ознакомились. Напомню, плохое проветривание. Поэтому женские сорта могут плохо опыляться. И некоторые другие сорта могут плохо опыляться. Почему? Напомним про высокую температуру. То есть, в принципе, если сильно высокие температуры, пыльца становится стерильной. Она не может прорастать. И таким образом будут проблемы с опылением. Что может помочь? Как раз-таки полив снижает температуру. И вот это может помочь. Слишком сухой воздух. То же самое. Будет плохое опыление. И еще бывает, если очень стоит жаркая погода, некоторые сорта не сбрасывают колпачки. И тоже не опыляются. Есть такие сорта. Например, Антоний Великий. Это уже когда-то про колпачки, когда я показывала. То я прям показывала. На Антонии растет ягодка и сверху колпачок. То есть, если он не сбросил колпачки, для него это вообще ничего страшного. Ягодка будет. А вот некоторые другие сорта могут не сбрасывать. Какие конкретно, я вам не скажу. Потому что я знаю, что такое явление существует. Но у меня не такая большая выборка сортов теплицы, чтобы сказать по каждому конкретному сорту. То есть, тоже могут быть вопросы с опылением. Также теплица требует более тщательного проведения зеленых операций. Потому что на улице, если мы какие-то пасынки не уберем, ничего страшного. В теплице загущение это плохо. Потому что, напомню, ухудшается проветривание. И могут быть болезни. Поэтому надо будет следить за этим более тщательно, чем в открытом грунте. И последний важный момент, это зимовка. Часто спрашивают, нужно ли укрывать виноград в теплице. Ну, конечно, вообще все всегда зависит от региона. Но, смотрите, в открытом грунте мы можем, в принципе, лозу спустить на землю. Придет снежок, их укроет. А если мы чем-то накрываем, опять же, приходит снежок, у нас дополнительное укрытие. В теплице снежка нет. Вариант ходить, набрасывать, да. Но все равно в теплице земля будет промерзать сильнее. Поэтому укрытие должно быть. Как вариант, можно снимать крышу, если она у вас снимается, либо предусмотреть такую возможность. Тогда снежок сам засыпается здесь. Во-первых, это и влага весной, ну и дополнительно укрытие тоже. И касательно укрытия, мы в теплице укрываем виноград сильнее, чем на улице. Почему? Чтобы весной он не стартовал рано. Кстати, обязательно теплицу на зиму оставляйте открытой. Не закрывайте. Потому что любое солнце будет поднимать температуру, будут скачки, и это плохо. То есть обязательно теплицу держите открытой. Весной, это уже вы, когда сами посчитаете нужным, вы ее закрываете, укрытие снимаете. То есть мы специально дополнительно утепляем и сдерживаем рост, чтобы нам потом не думать, что делать в заморозках. Но если вы живете на месте, если вы хотите ранний старт, то это, конечно же, замечательнейшая возможность. Вы сами, когда решили, укрытие сняли, двери закрыли, если надо, какую-то там пищечку, вентилятор. Ну, кто на что гораст, система обогрева, превеликое множество. Дополнительно поставили, запустили тепло, запустили ранний старт и получили ранний хороший урожай. То есть теплица позволяет, на самом деле, очень много, но к этому, да, надо приложить немножко усилий. Подводим итоги. Да, выращивание в теплице имеет свои плюсы, даже много своих плюсов, особенно для регионов с коротким летом, для регионов с прохладным летом. Но есть и свои нюансы, которые просто нужно учитывать для того, чтобы получать хороший урожай, который вас будет радовать. Надеюсь, информация вам была полезна. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!